Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорят, что занятия по лепке развивают мелкую моторику рук у детей. И это действительно так. Прямо сейчас, через несколько минут, мы придем к ребятам на занятия. Когда ребенок работает с пластилином или другим материалом для лепки, разминает его в руках, создает детали разных форм, присоединяет их друг к другу, сплющивает, вытягивает, развивается мелкая моторика рук. Научно доказано, что она напрямую влияет на развитие речи, координацию движений, память и логическое мышление. Когда ребенок лепит то, что сам придумал, развивается воображение, творческие способности и образное мышление. Занятия лепкой благотворно влияют на психическое и эмоциональное состояние ребенка. Работа с материалом, которому можно придать любую форму, а потом, если нужно изменить эту форму на новую, развивает у ребенка уверенность собственных сил, ответственность и любознательность. В общем, польза лепки – неоспоримый факт. Как говорит Нина Сергеевна Алексюк, педагог по лепке и мультипликации, лепка – это очень популярно. Сегодня дети лепят из глины. Тема – верблюд. В начале занятия Нина Сергеевна рисует верблюда на доске, чтобы объяснить этапность работы и подготовить детей к занятию. На столе у каждого ребенка глина, доска для лепки, стед и палочка для детализации. Кстати, каждый раз материал и тема меняются. Педагог подбирает для детей всегда что-нибудь интересное. И ребята с удовольствием бегут на занятия лепки. Нина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, из какого материала дети лепят у вас? У нас вообще занятие рассчитано на месяц. И в течение месяца два раза в неделю ребята занимаются. То есть получается у нас восемь занятий в месяц проходит. Каждую неделю у нас новый материал. То есть получается первую неделю они работают, например, с соленым тестом, потом они работают с глиной. Два занятия глины, два занятия гипсом и два занятия пластилином. Вот так у нас идет. То есть четыре материала в неделю. Дети пробуют работать с четырьмя материалами, получается. У детей есть материал, который в приоритете больше всего им нравится? Ну, больше всего им нравится всё-таки солёным тестом. Он более приятный для рук, не липнет, легче скрепляются детали между собой, поэтому им легче с ним работать, и поэтому, конечно, этот материал им больше всего нравится. Хотя есть дети, которые особенно любят работать именно с пластилином, а есть дети, которые любят работать с глиной. Гипс у нас в меньшей степени такой популярный среди детей, но всё-таки, тем не менее, как бы мы ввели этот материал, и дети знакомятся, пробуют, как делать отливки, допустим, гипсовые какие-то формы отливать. Мы в основном делаем именно из гипса, это рельеф, то есть отливки, потому что объёмную, конечно, из гипса делать сложновато, ещё и с детьми, которым 5-6 лет, очень сложно. Вот вы как педагог сразу видите детей, у которых есть талант к лепке, или всё-таки каждый ребёнок может научиться лепить? Ну, я думаю, что каждый может научиться лепить. Здесь в первую очередь должна быть усидчивость, именно любовь к таким мелким деталям. Но в данном случае 5-6 лет, конечно, есть дети, которые прям выделяются, которые дома постоянно лепят, и у них, они прям в таком восторге от лепки, есть такие детки. Но в первую очередь это, конечно, полезно именно для моторики, для пальцев, для развития именно моторики. То есть то, что дети работают пальцами, вот это, конечно, идёт для общего развития детей. С какого возраста дети могут уже начинать лепить? Ну, у нас приходят дети с 4-х лет, но с 4-х у нас, по-моему, один только ребёнок, вообще как бы у нас с 4-х, а в основном 5-6-7 лет у нас занимаются, 8 лет. Хотя у нас идёт занятие с 4-х до 10-ти. Ну и последний вопрос. Почему сегодня лепка – это так популярно? Я заметила, везде глина, вот особенно глина, да, там везде на слухухе. Ну, если честно, я даже не знаю, но мне всегда нравилась лепка, и я рада, что это становится популярным среди детей. Очень спасибо. Потому что это очень-очень полезно, конечно, для развития ребёнка. У каждого ребёнка верблюд получился по-своему красивый. Виктория Кравченко назвала своего верблюда Ника. Вик, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, почему ты такое креативное имя придумала верблюду? Ты же его назвала Ника? Нет. Нет? А как? Катя. Катя! Почему Катя? Потому что. Это твое любимое имя? Расскажи мне, пожалуйста, вот ты уже много раз лепила из разных материалов. Из чего больше всего тебе нравится лепить? Соленовое тесто. Почему? Потому что он мягкий, из него удобно лепить. Ага. А сколько раз ты уже лепила? Много раз. Много раз? А есть твоя самая любимая работа? Что ты вот больше всего помнишь? Вот я лепила там вот, не знаю, какую-нибудь интересную, не знаю, вещь. Я больше всего понравился крабик. Крабик? Из чего ты лепила крабика? Из пластилина. Из... Какую-либо фигуру. Что нужно для этого? Чтобы вот это лепить ножичек, досточка, газета. Вот здесь сейчас на столе все есть? Вот это вот. Вот это что такое? Бамбуковая палочка. Бамбуковая палочка. Что я буду делать ей? Может, вот так вот палочки делаю, вот эти груднички. Детализацию можно выполнять, да? Слушай, как классно. А как ты думаешь, каждый человек на планете может научиться лепить? Не каждый, да? Что для этого нужно? Какой-то талант, да? Какой? Например, лепить. Делать мультики. Мультики можно делать? Ух ты. А как ты думаешь, вот если я очень сильно хочу научиться лепить, вот у меня получится? Да? То есть все-таки можно попробовать? Понятно. А какой ты дашь совет начинающим ребятам, которые только-только вот начали это дело? Надо сначала попробовать, потом сказать, что учитель вам поправит. Он всегда так говорит. Поможет учитель, да? Молодец. Вик, ну тогда я тебе желаю творческих успехов и вдохновения, чтобы все твои работы в ближайшее время были где-нибудь на конкурсе. Ариана Колчанова тоже лепит не первый раз. Говорит, что очень любит это дело. Особенно, как и все дети, лепить из соленого теста. Ариана, привет! Привет! У тебя такое креативное, красивое имя. Кто тебе его дал? Мама с папой. Ух ты! У тебя папа с мамой очень креативное, красивое имя у тебя, необычное. Расскажи, пожалуйста, что вы сегодня лепили на уроке? Жирафа. Жирафа. Это жираф или верблюд все-таки? Верблюд. Верблюд, угу. А ты придумала ему имя? Как его зовут? Вероника. Вероника. Угу. А сколько лет твоему верблюду? Шесть. Шесть лет. То есть твой ровесник. Что он любит делать? Играть, есть, спать. Играть, есть, спать. Скажи мне, пожалуйста, это что за материал? Глина. Глина? Сложно из глины лепить? Не очень, но чуть-чуть сложно. А что сложного в лепке из глины? Ну, сложно лепить, ну, из этой, ну, потому что он бывает жесткий, засыхает, когда глина. И из него тяжело начинается лепить. А какой у тебя самый любимый материал для лепки? Тесто соленое. Тесто соленое? А почему всем так нравится тесто соленое? Расскажи. Потому что когда прогадался на уроке, можно тесто обливать. А его можно есть? Да. А, съедобное? Я ем ее. Ух ты. Слушай, ну, тогда я тоже хочу лепить из соленого теста. То есть и вкусно, и весело. Да, можно просто на тесте соль соленую обливать. Будет соленый язык. Будет соленый язык. Слушай, ну, очень интересно. Надо попробовать. Обязательно попробую это сделать. А есть у тебя самая твоя любимая работа, которая тебе больше всего понравилась? Единорог, который мы делали из соленого теста. Единорог. И смешивали тесто белое с красками. Скажи мне, пожалуйста, сколько раз ты уже лепила? Из соленого теста? Ну, вообще. Много раз. Много раз. Понятно. Ну, я 10 уроков по лепке, по мультипликации пропустила. А почему пропустила? Потому что я ездила в Алмату. А, ты путешествовала? А ты любишь путешествовать? Какая ты умничка. А какое место тебе больше всего запомнилось, где ты была? Я была только в Алмате и все. То есть ты такой начинающий путешественник? А мама уже была как-то два раза в Алмате. Все, ну, второй раз мы вместе ездили, и один раз она с подругой своей, Леной. И один раз мы ездили. А вообще мама ездила без меня с папой на море. Ух ты, без тебя, да? Да. Когда я еще была маленькой, мне 4-3 года было. Так, а сейчас тебе сколько лет? Шесть. Как к моему верблюду. Как к твоему верблюду, понятно. А эту работу ты кому подаришь? Маме с папой. Маме с папой. Слушай, ну, я тебе желаю творческих успехов. Тоже, чтобы ты свою работу когда-нибудь выставила на какие-нибудь большие конкурсные фестивали или выставки. Договорились? Давай, пока. Ульяна Баишева лепит впервые. Но, несмотря на это, у нее уже успешно получается это дело. Ульяна, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, свои ощущения от лепки. Ты ведь впервые сегодня на этом занятии? Да. Из чего вы сегодня лепили? Что это у тебя получилось? Мы лепили из пластилина и мы делаем жирафа. Жирафа, да? Жирафа-то. А похож на верблюда. Верблюд. Верблюд, да, все-таки? Красивый. Сложно тебе было первый раз лепить? Нет, легко. Легко? Прямо сразу так получилось? Угу. А до этого когда-нибудь ты пробовала что-нибудь лепить? Да. Что лепила? Снеговика. Снеговика? Дома? Да. Кому подарила снеговика? Маме и папе. Расскажи, пожалуйста, чем ты еще любишь заниматься, кроме лепки? Рисую, гуляю. Гуляешь? Много у тебя друзей? Да. А как ты считаешь, сколько должно быть настоящих друзей? Один, два или много? Много. Много? У тебя много друзей? Угу. А у тебя такой фарточек красивый, зачем он нужен? Чтобы не испачкаться. Угу. То есть можно испачкаться, когда лепишь? Да. Понятно. Гуля, ну спасибо тебе. Желаю, чтобы у тебя все получилось. Да. Нурай Малагалиева тоже увлечена процессом лепки. У нее очень много разных красивых работ, каждая из которых по-своему особенно. Ну, Рай, привет. Привет. Расскажи, что вы сегодня делали на занятиях? Ну, лепили. Верблюда? Да. Да. Угу. Как получилось у тебя? Расскажи, сложно было? Ну, нет. Нет? Легко? Да. Из чего вы обычно лепите? Из глины, пластилин, тесто, ну, тесто чуть-чуть. А ты из чего любишь лепить? Я из теста. Из теста? Почему? Я вот смотрю, все дети любят лепить из теста. Как ты думаешь, почему? Потому что он чуть-чуть гладкий. И поэтому я его люблю. Лепить, да? Материал сам по себе такой хороший, да? Да. А кто это у тебя? Я смотрю, это какая-то твоя отдельная игрушка. Это такая куколка-собачка. Куколка-собачка? Да. Ух ты. А почему у нее как рог, как у единорога? Ну, она такая собачка-единорога. Собачка-единорог, да? Да. Угу. Понятно. Это твой лучший друг? Да. Как зовут его? Его зовут Балсик. Барсик. Ммм. Он еще маленький. Я вижу у него вот такую штучку для деток маленьких. Сколько ему? Еще два. Два годика? Да. Совсем маленький. А у него есть друзья? Есть. Мгм. Только один. Это я. Только один? Да. Понятно. То есть это твой друг. Смотри, какой он креативный. Он из какого-то мультфильма или сказки? Ну, кажется, и сказки. И сказки. Пришел. А ему не грустно без таких же друзей? Нет. Угу. Сегодня он пришел с тобой на занятия из лепки. Угу. Он часто с тобой приходит? Ну, нет. Я только его купила. Только его купила. Понятно. Спасибо тебе, Нурай, большое. Я желаю тебе творческих успехов. В общем, занятия лепкой воспитывают в ребенке терпеливость, упорство, старательность и внимательность. Все эти качества личности пригодятся ребенку и во взрослой жизни. Поэтому это стоит того, чтобы выделить время сейчас и заняться с малышом лепкой. Редактор субтитров А.Семкин